Привет, это Геймер. Добро пожаловать обратно на канал. Сегодня я просматриваю коллекцию XCOM 2 для PS4, игры, доступные также на Xbox, Nintendo и ПК. XCOM 2 — это пошаговая игра с боевым тактическим управлением, разработанная в Araxis Games. Действие XCOM 2 разворачивается через 20 лет после событий XCOM — неизвестный враг. Оставшиеся члены XCOM были вынуждены уйти в подполье, поскольку инопланетные силы контролируют Землю. Ты играешь за командира, который должен возглавить сопротивление и попытаться вернуть планету. Коллекция XCOM 2 включает в себя базовую игру, четыре пакета DLC и расширение «Война избранных». Так, в какую же игру ты хочешь играть? Ну, XCOM 2 — это как две игры, объединенные в одну. С одной стороны, у тебя пошаговая тактическая боевая игра, а с другой — симулятор углубленного управления. Итак, первый, давай посмотрим на пошаговый бой. Ты управляешь отрядом численностью до шести человек с множеством различных классов и типов солдат. Каждый персонаж может выполнить определенное количество действий за ход, будь то перемещение на позицию, стрельба из вашего оружия, наблюдение, исцеляющие гранаты и т. д. Эти небольшие решения оказывают большое влияние на то, как разворачивается битва, когда одна маленькая ошибка приводит к абсолютной катастрофе, и несколько членов вашей команды умирают навсегда. Одна любопытная особенность заключается в том, что все члены твоей команды становятся незащищенными, если их видит враг, даже если они находятся на большом расстоянии друг от друга. Это можно исправить позже с помощью льгот, но на самом деле это не имеет никакого смысла. Бой сродни тем старым пошаговым настольным играм, в которых ты бросаешь кости и надеешься на хороший результат, ведущий к смертельной атаке. Но это может привести к некоторому троллингу, который казался вполне продуманным. Как будто ты вот-вот добьешься того, чтобы твоя команда одержала верх, а потом трое твоих крутых бойцов упустят врага, который стоит прямо перед ними. Одна область, где игра действительно выделяется, это разнообразие врагов. У каждого типа врагов разное оружие, навыки или тактика, которые делают каждый уровень уникальным. Нет двух одинаковых миссий, и это заставляет тебя быть честным и настороже от одного сценария к другому. В целом, это наверное самый разнообразный, умный и интересный пошаговый боевой опыт, который у меня когда-либо был. А как насчет симуляции управления в игре? В перерывах между миссиями ты проводишь время на мобильной оперативной базе, где набираешь персонал для своих солдат, экипировки или используешь различных сотрудников для исследования инопланетных технологий. Ты будешь проводить вскрытие инопланетян, исследовать новое оружие, расчищать старые комнаты, чтобы построить новые, торговать на черном рынке и сканировать карту мира, чтобы решить, какую миссию выполнять дальше. Иногда это может сбивать с толку, когда так много меню, подменю и вещей, которыми нужно управлять и учитывать. Я чувствую, что игра сильно выиграла бы от того, чтобы убрать это обратно или иметь возможность автоматизировать эту часть игры. Потому что, если ты хочешь сосредоточиться на тактическом бою, эти фазы игры могут быть совершенно ошеломляющими. Еще одной особенностью, которая мне очень понравилась, была настройка солдата. Ты можешь выбрать их имена, национальность и даже их голоса тоже. Так что, если ты хочешь, чтобы в твоей команде был робот-убийца, говорящий по-французски, ты можешь это сделать. Без проблем. У тебя будет множество доспехов на выбор, цветов и множество уникальных функций, чтобы создать свой собственный набор истин. Но из-за функции постоянной смерти, я бы не стал слишком привязываться, так как большинство из них в конечном итоге умрут. В целом история была довольно интересной, но то, как формируется компания, я бы сказал, довольно проблематично. Это слишком сильно отнимает у игроков время, что если бы не платье, привело бы к игре на экране, что для игры, которая отнимает так много времени, было бы огромной ошибкой. Да, ты можешь перезагружать миссии, повторяя их до тех пор, пока не завершишь их, но через некоторое время это действительно становится довольно скучным. Режим и мой предпочтительный способ игры, где все окончательно, но и здесь не обошлось без его проблем. Как я, ты знаешь, столкнулся во время одной миссии, она замерзла, я не мог двигаться, враги не могли двигаться, я не мог перезапустить миссию, и каждая загрузка возвращала меня в ту же ситуацию, что в основном означало, что последняя неделя моей игры была испорчена. Так что имей это в виду. В игре, несмотря на то, что она вышла некоторое время назад, есть глюки. Есть также многопользовательский режим, но лично я не принимал в этом большого участия, но он есть, если ты хочешь бросить вызов другим игрокам. Хорошо так, что это базовая игра, но коллекция XCOM 2 поставляется с множеством дополнений. Во-первых, у нас есть дети анархии, в которых есть более сотни вариантов настройки для солдат, включая маски, раскраску для лица, прически и тому подобное. Тогда у нас есть дополнение охотник на пришельцев, которое добавляет новое оружие, броню и возможность сражаться с инопланетными правителями во время кампаний. Но они могут быть довольно раздражающими, потому что они становятся похожими на движение каждый раз, когда ты совершаешь какое-то действие. Очень неприятно. В нем также есть косметические улучшения для солдат и корабля Мстителей, а также новая миссия, в которой центральный офицер Брэдфорд ведет отряд в бой. В-третьих, у нас есть последний подарок Шона — дополнение «Последняя башня». Это добавляет новую миссию, в которой Шен сопровождает ваш отряд в поисках секретного финального проекта ее покойного отца. Это добавляет новый класс солдата, стратегическую механику и возможности настройки. Набор воинов сопротивления добавляет набор бонусных нарядов и головных уборов, а также специальную броню и камуфляж для лица. Это также открывает выжившего в старой войне, которого можно добавить в ваши ряды. Последнее и самое существенное дополнение — «Война избранных». Это дополнение добавляет огромное количество контента и реализовано как отдельная кампания, почти как альтернативный ремикс-версия базовой игры. В нем есть некоторые тонкие улучшения качества жизни, такие как изменение экрана создания персонажа и добавление опций командного фото. Есть новые фракции, которые присоединяются к вашим рядам, как только вы выполняете различные миссии в новых регионах, и в целом это добавляет больше глубины истории. А новые солдаты и их новые способности действительно дают замечательный тактический опыт. Кроме того, солдаты теперь могут со временем сблизиться, если они вместе выполнят достаточное количество миссий, предоставляя эксклюзивные преимущества своей дружбе. Избранные — это новые враги, которые бросают тебе трудный вызов и могут похитить твои войска. Это также позволяет отправлять солдат на секретные операции, и в целом это было похоже на значительное улучшение базовой кампании. Но, к сожалению, ты не можешь использовать своих креативных персонажей из базовой кампании в этой новой, которая кажется чем-то вроде миссии А. Визуально это солидное дело, судя по меню, персонажам и визуальной презентации. У камеры, однако, есть некоторые проблемы в населенных пунктах во время боя с несколькими зависаниями, с боями и небольшим разрывом изображения время от времени. С точки зрения звука, стандарт озвучки очень хорош. В целом звуковые эффекты хорошо подходят для научно-фантастической темы, но музыка не совсем такая последовательная. Мне казалось, что ты знаешь все слишком хорошо, как будто каждый момент ты получаешь этот громкий саундтрек голливудскому блокбастеру. Но это не всегда связано с тем, что происходит на самом деле. Ладно, что хорошо, а что плохо. Что хорошо. Пошаговый бой настолько хорош, насколько это возможно. Система создания солдат великолепна. Постоянная смерть действительно работает, и это повышает ценность вклада каждого солдата. Разнообразие войск и повышение уровня позволяют специализировать каждый отряд, и количество вариантов действительно невероятно. Разнообразие врагов поражает, и это требует, чтобы ты адаптировал свою тактику. А война выбранной кампании улучшает так много вещей, и для меня это был лучший способ играть в игру. Что плохо. В сюжетной кампании есть проблемы с темпом, технические характеристики повышаются и снижаются с довольно большим количеством сбоев, а в одном случае кампания заканчивается замораживанием. Игра основана на том, что тебе нравятся два игровых жанра, пошаговые боевые действия и сима управления. А музыка должна быть более адаптивной к ситуации, а не просто быть подходящей для всех. Так, каков же вердикт? XCOM 2 Collection — это игра из двух половин с точки зрения пошагового боя. Это глубокая, тактическая и увлекательная борьба, в которой человечество борется с трудностями, чтобы победить инопланетных захватчиков. Миссии интересные, они хорошо продуманы, с классными врагами, большим разнообразием войск, постоянной смертью, которая работает, и системой, которая устанавливает стандарт в этом жанре. Но я бы сказал, что в кампании было слишком много моментов нехватки времени, из-за которых другая сторона игры стала настоящим препятствием. Под этим я подразумеваю управленческую сторону. Для меня яйца тоже подходят. Следовало бы больше сосредоточиться на исключительном бою, а не на довольно среднем симуляторе управления, тем более что решения, которые вы принимаете в разделах управления, часто важнее того, что происходит на поле боя. Странно, что в игре представлены два совершенно разных жанра в одном опыте, потому что, если вам не нравится один или другой, это как бы обесценивает весь опыт в одном. Так что для меня это лучший пошаговый бой в любой игре, в которую я когда-либо играл. Но эти моменты немного разбавлены неинтересным и довольно утомительным симулятором управления объектами, интегрированным в игру между боевыми сценариями. Говоря, что я все еще действительно наслаждался этим только ради боя. Да, со временем ты научишься управлять и сможешь адаптироваться к этому, но я не могу сказать, что это когда-либо было чем-то, чего я с нетерпением ждал, и это продолжалось слишком долго, и это как бы снизило оценку. Потому что это могло бы быть десятое место, если бы оно было хорошо сбалансировано. Но из-за количества контента, который ты получаешь, ты знаешь DLC, общее качество тактики, я определенно рекомендовал бы это. Определенно для пошаговых фанатов. Управляющие симы. Я имею в виду, если тебе нравятся управляющие симы и пошаговые игры, то тебя ждет дерево. Если ты не увлекаешься управлением, я думаю тебе придется много бороться со многими из них, но это все равно исключительно в пошаговом бою. Так что мой балл за коллекцию XCOM 2, 8 из 10, могло бы быть 10, если бы они просто уравновесили бой с меньшим управлением, но к сожалению, это не так. Хорошо, это был обзор. Спасибо, что посмотрел. Если тебе понравилось видео, пожалуйста, поставь лайк и подпишись. Это геймер, подписывающий контракт. Спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok